А вот смотрите, какая лучше? Вот если я не крашу, она белая вот такая. Вот такой вот ансамбль. И я вот положила яблочки. И это гиацинты. Такая интересная. У меня есть штучка. Это декорная такая. И мы сейчас ее покрасим. Вот такую краску купила. Бальзам какой-то. Натуральное масло для древесины. Купила дуб. Купила дуб. Ну кто не хотел, сам мочи, открывай. Буду сама мочиться. Ломай. Ломай, ломай ножницы. Вот такой красивый оттенок. Такая красивая кисточка. Холючая? Неа. Буду ей красить. Но она не красит. Так помогни. Замерзишь? Мне вот уже полный. Смотрите, какой красивый цвет. Ужас. Даша, я влажу вся в кадр? Ты вся. Только голова не влазит. Ну чуть-чуть. Что, качество плохое. И во время съемки не надо мне там ничего менять. Какой-то второй раз накладываешь, уже некрасиво. Ты взяла Галиму кисточку, она не напитывает краску, чтобы потом отдавать равномерно. Она будет вот такими мазками отдавать. Что ты болбочишь? Если у меня другого варианта нет. Я тебе сказал, подожди, я пойду в сарай поищу. Ты не сказал, ты сказал, Таня, отстань. Я сказал, пойду поищу в уме. В уме? В уме? Что такое в уме? Ой, как красиво. Да вообще некрасиво. Вообще красота. Ужасно. Мне это нравится. Вот такая у меня красота. Если вы хотите такой декор себе, я предлагаю вам подписаться на мой канал. И если вы живете в Беларуси, поближе к Минску, приглашаю вас купить у меня такую досочку. Вот. И будете украшать свое пространство тоже. Это я подсмотрела такую идею у тети с Норвегией. В Норвегии. Вот такие они делают красивые досочки. И я себе захотела такую досочку. Понимаете? Вот. Я думаю, что это очень красиво. Мы будем ее декорировать. Весной, осенью, летом и зимой на разные праздники. Как только расцветут тюльпаны, сюда оформляются тюльпаны. Как-то... О, посмотрите, какой пестик. Такой красивый. Вот. как только... О, кто-то шумит. Слышите? Кто это шумит? Вот. Как только расцветут гиацинты, мы посадим туда гиацинты. Как только... Кисточку купила для рисования на холсте. Вот как только покрашу, сразу пойду рисовать картину на холсте. Потому что на улице, за окном, дождь, холодно, а энергия прет. Хоть... Забирай. Нет, не забирай. Вот. Поэтому создаем свое пространство. Делаем все красивенько. Наряжаем свою хату. На белорусском море размавляем с вами. Крошечки. Вот. Тут мы и заканчиваем с вами. Доску я покрасила. Вот. Я довольна результатом. Потому что это о том, о чем я мечтала. Скоро весна, скоро весна. Скоро весна, скоро весна. Амнида сна. Вот так. Все красивенько. Все обалденненько. Мажется кисточкой этой. Прекрасно. Так что заходите там, где покупают краски. Этот. Как его зовут? Буратино. Материк? Нет, не материк. Ну как это зовут? Ааа. Перебавила. В общем, арк-декор нет. Как такой магазин называется? В котором я покупаю акриловые краски для своих картин. Смотрите, как красиво у меня все получилось. Мне очень нравится. Потом еще можно шкурить или что там делать. Следующие этапы, я не знаю. Пока моя фантазия на этом завершена. Все. Это просто прелесть. Краска достаточно. Мне понравилось. хорошая. Тряпочка. Все. Вот. И она уже высохла. Посмотрите, какая фактура. Все видно. Все красивенько. Просто прелесть. Краска замечательная. Вот. И сейчас вы увидите, как мы будем это украшать. Сейчас подсыхает. А вторую доску мне красить или нет? Я покажу сейчас украшу. Но мне она понравилась. Так. Пошла за второй. Выключите, пожалуйста. Можете кнопочку нажать. Включи кнопочку. Нажал? Да. А вот смотрите, какая лучше? Какой лучше? Вот если я не крашу, она белая вот такая. Вот такой вот ансамбль. И я вот положила яблочки. И это гиацинты. И вот если весь наборчик, то его можно переложить вот на эту доску. Вот. Это легкая олеха, по-моему. Вот. В общем, вот такая красота. Мне очень понравилась. Я здесь обсыпала веточками гортензии, цветочками засушенными. Но планировала выложить мхом. Так как мха у меня пока нет, потому что я с зимы не подготовилась. Ой, с осени не подготовилась. И у меня получилась вот такая штучка. А дальше я продолжаю. Я вот не знаю, красить мне две такие или одну сделать светлую, а другую темную. Вот. Я еще размышляю. Продолжаем. Завтра мы продолжим украшение интерьера. Хотя, подождите, а если я сейчас попробую? Она уже почти высохла. переставим это вот сюда. Мои руки снимаются или ноги? Что там видно? Конечно. Такие работники. Кто-то отнял и у меня видно окно. Спасибо, кто отнял. Ставлю я сюда такие штучки. Это гладиолы. Ой, гиацинты. Вообще, надо было их вынимать. Но я не стала. У меня вот подложила железку, чтобы, если буду поливать, чтобы стекала вода туда внутрь. Потом я беру вот такие цветы красивые застываю. Два слоя покрывать. Второй слоя в следующий раз. В следующем году? В следующий раз. Летом? Нет. Когда следующую композицию буду делать. Это я так придумала. Вообще, мхом обкладывают. Обкладывают мхом. Вот. А я придумала так. Могу еще, вот смотрите, беру вот такую гортензию сосушеную и вот так обсыпаю. Кстати, вот тут на улице эта гортензия более сухая такая. Мокрая. Вот. И вот так засыпала. Могу еще. У меня таких гортензий, смотрите, сколько много. Могу обсыпать и обсыпать. Вот. Столько у меня гортензий. У меня разных цветов эти гортензии. и могу так вот украшение делать такое. Ну, все. Вот моя такая. Это яблочки. Так. Следующую доску сейчас буду красить. Перед тем, как я ее буду красить, я вам покажу конечный результат. Но это еще не все. Это можно ставить на стол. Вот так вот. Садиться, ужинать. Можно еще фонариками свечечки ставить. Вот такая прелесть. А вы, дорогие друзья, задавайте вопросики, пишите комментарии. Вы были со мной, а я была с вами. И это наши любимые забыла. Гиацинты. Смотрите, я купила, а вот тут детки. В гиацинтах рождаются детки, такие милые детки. И я потом, когда они цветут, посажу, после того, как сойдет снег, посажу их поглубже в землю. И в следующем году они меня опять будут радовать. Поэтому покупайте гиацинты, и они у вас будут и цвести на столе, и потом в огороде. Или на цветнике. Все. Браво, браво, молодец, Паня. Два, один. Субтитры создавал DimaTorzok Вот настало утро. И вот мои вонючки. Кстати, очень сильно воняет краска. Диклофосом каким-то. Сейчас эта композиция поедет, наверное, вот сюда. Убираем зимние украшения и ставим нашу новую весеннюю композицию на подоконник. Пи�, пиу, 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 пом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»